всем привет дорогие друзья сегодня мы будем оформлять организацию хранения в комнате моей старшей дочери так как мы недавно купили новую мебель у нас в комнате полный хаос нам нужно с вами навести порядок за один день для того чтобы ребенок мог спокойно заниматься и играть в своей комнате так что давайте начинать начну я с того что я застилать буду кровать и потом все что у нас находится на столе на подоконнике я это буду все составлять на кровать и для того чтобы постельное белье не замаралась я его застелю пледом и начинаем разгребать наши завалы в основном сюда в эту комнату я хочу перенести именно какие-то игры за столом которые нужно играть это ходилки бродилки и пластилин тесто лепка рисования любые вот такие вот игры которые требуют усидчивости все игры подвижные и любые другие неподходящие для того чтобы ребенок играл за столом они будут в другой комнате где у нас спит младшая дочка там есть два стеллажа в дальнейшем следующих роликах вы конечно это все увидите так же протираю сразу подоконник хотелось бы конечно помыть окно но на улице холодно хотя до этого были теплые деньки но весной конечно обязательно мы окно помоем мне будет тут в кадрах помогать моде наш кот и младшая дочка ксюша кто еще не знаком с ней нам приятно с вами познакомиться так как эта комната подразумевается для уже взрослого ребенка сюда я хочу поставить компьютер и принтер также буду за компьютером сидеть работать я не только она так что оформляем зону в виде мини офиса далее начинаю разбирать завалы которые образовались на кровати что-то выбрасываю что-то складываю и пытаюсь уже именно расформировать по группам где игры где рисование где какие-то художественные лепка и многие другие до виды занятий чтобы было удобнее потом куда-то это все складывать все это мы группируем далее на стеллаже я оформляю полочку там где у нас будет резинки закрывать осколки расчески чтобы постоянно утром встали расчесались причесались и пошли и также сразу оформляю полочку где будут стоять какие-то пазлы и игры занятия возможно какое-то плетение домино и прочие игрушки которые можно сидеть и делать за столом далее у меня есть именно уже контейнер для художественных каких-то деталей до кисточки карандаш и краски гуашь и пластилин и это я хочу определить закрытый под дверью ящик в стеллаже далее переходим уже к организации шкафа с одеждой у нас много коробок для того чтобы там где лежит запасная одежда как бы на вырос для ксюши до для младшей дочки так что эти коробки тоже пойдут в этот шкаф так как места уже нету предыдущий раз когда мы до ремонта до обновления мебели это все лежало в кровати у старшей дочери и начинаем разгребать завалы одежды у меня два вида одежды домашняя одежда и садичная одежда сначала я расформирую по кучкам а потом уже начну это все укладывать шкаф возможно конечно со временем все это поменяется это всегда вот когда покупаешь мебель сначала складываешь по одному а потом в течение конечно какое-то времени хочется что-то поменять что-то улучшить так что это первый вариант который мне приходит только в голову потом в дальнейшем возможно мы с вами будем это все переорганизовывать вот 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 далее переходим уже на рейлинг на рейлинге у нас конечно не так много вещей пару халатов платья блузка и юбка по моему и несколько курточек получится но как бы самое основное это у нас коробки с вещами где именно на вырос для ксюши от даши осталось я их недавно перебирала у меня мотивационные ролики еще остались на основном канале кому интересно ссылочка всегда еще в описании на мой блоговый канал так что кому интересно и кто не был еще у меня в гостях переходите познакомимся подружимся ссылочки на мои соцсети всегда есть в описании под этим под любым роликом и вот здесь вот я уже начинаю организовывать и потом вам показывать да что я основную массу коробок сюда убрала чтобы они не мешались в том нашем шкафу так как это их одежда и даже остался один ящик который свободный уже время вечер но надо нам приделать карту нам подарили на день рождения и приделать еще нам нужно картину но картину можно будем висеть на следующий день так что посмотрим что из этого получится а Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, комната наша готова. Давайте посмотрим на результат. Вспоминайте, могу вставить кадры, как было до, какой был завал изначально и что получилось. Пишите свое мнение в комментариях. Мне оно очень важно, потому что, возможно, вы подскажете какие-то интересные моменты, что-то куда-то переставить или что-то добавить. И мне будет интересно почитать. Ссылочки на мои социальные сети всегда есть в описании. Кому интересно, подписывайтесь. Будем дружить, общаться. И на этом я буду завершать этот мотивационный ролик. До новых встреч. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Пишите свои комментарии. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ссылочки на мои социальные сети всегда есть в описании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok